В России чай появился только в 17 веке и поначалу был элитным напитком, из-за чего его нередко подделывали, заменяя травяными сборами. Как раз с ароматных напитков из лекарственных растений и фруктов и пошла традиция русского чаепития. Считалось, девушкам необходимо пить женский чай. Это считалось просто отвар из яблок, из семян яблок, из яблочных шкурочек, для того, чтобы кожа оставалась бела. Был мужской чай, который включал в себя укроп или петрушку. Было принято пить очень крепкий чай в Москве и считалось, что чай, через который видно Москву, то есть чай прозрачный, это вообще не делали и не пили такой чай. От китайской или английской русская традиция пить чай отличается еще и наличием варенья, изобретения отечественного и душевным общением. В чайных 19 века даже были переговорные комнаты, где заключали деловые сделки. Самарская молодежь решила возрождать традиции. Чаепитие по рецепту 19 века. Самовар, баранки, варенья и душевная беседа. Так гораздо вкуснее и интереснее. Настольные игры – непременный атрибут чайной церемонии по-русски. На столе – поле для игры в ТВАИ, своеобразного синтеза шашек и шахмат. Интеллектуальное развлечение, хоть и заимствованное, но на Руси было в ходу. В современном варианте камушки заменили на монеты. Играют двое участников. Один представляет защиту города, это князь и его воинство, а другие – это те, кто пытается этот город захватить. В данном случае князь у нас отмечен благородной бронзой. Пока сильный пол воюет на игральной доске, девушки плетут славянские обереги. На деревянные палочки накручивают цветные нитки. Такими символами защищали дом еще в дохристианские времена. Изначально центр должен делаться красными нитками, то есть красный цвет вообще в русской культуре самый обережный. Делая такой оберег, люди как бы подсознательно пытались себя защитить и все отверили в то, что это на самом деле работает. Гонячи в России века 19-го было принято долго. Выпивали чашек по 20. Так что времени хватало и на игры, и на песни. Самарские следователи чайных традиций уверяют, благодаря чаю появился русский романс. Обстановка располагает к душевной музыке. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова